Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Домогацких, 10 класс, часть 2. География мира, социальная и экономическая. Параграф 11. Хозяйство Японии. Вспомните, какие японские товары широко известны во многих странах мира. Разумеется, это японская бытовая электроника, то есть различные телевизоры, микроволновки, всякая такая бытовая техника, то есть не компьютерная. И, разумеется, японские автомобили. Это одни из лучших японских товаров, причем они уже, по-моему, даже начали обгонять немцев. Что такое морекультура? Морекультура это то, что связано с морем. Народы, которые живут фактически за счет моря, то есть основа питания составляет именно рыба, то фактически их можно назвать именно морекультурными. Общая характеристика хозяйства. Вследствие жесткой самоизоляции, закончившейся только во второй половине XIX века, Япония заметно отстала в развитии от передовых стран мира. После снятия барьеров в отношениях Японии с остальным миром, она стала быстро набирать темпы по развитию своей промышленности, но очень односторонним образом, исключительно за счет военных отраслей. Поэтому в XX век Япония вступила хорошо вооруженным, полуфеодальным государством. На протяжении первой половины XX века такое положение почти не менялось. Вторая мировая война окончилась для Японии страшным поражением. Страна вышла из войны с полностью разрушенной экономикой. По итогам войны Японии, как стране побежденной, было запрещено иметь военную промышленность, и государство полностью изменило свои экономические приоритеты. Начиная с 60-х годов XX века Япония наращивала объем производства в автомобилестроении, радиотехнике, а позднее в выпуске бытовой электроники. К 80-м годам XX века Япония вышла в лидирующей позиции по многим отраслям промышленности и с полным правом считается страной номер два в мире после Китая. Стремительное экономическое развитие, в результате которого страна не только в кратчайшие сроки освоила новые для себя отрасли промышленности, но и вышла в число мировых лидеров, получила название «Японское экономическое чудо». Маленькое дополнение. Я вот назвал, что Япония является второй по отраслям промышленности после США. Я повторяю, не по экономике, а по промышленности. США промышленность практически полностью вывели в Китай, оставив у себя очень немного. Япония же свою промышленность никуда не выводила. Поэтому по промышленности Япония, она даже, может сказать, обгоняет Германию. Но Китай по промышленности стоит на первом месте. Для энергетики Японии характерна необычная низкая доля гидроэлектростанций в выработке электроэнергии. Тепловые электростанции, работающие в основном на жидком топливе, дают 60% энергии. Почти весь остальной объем производимой электроэнергии приходится на несколько десятков атомных электростанций. Одна из этих АЭС является самой мощной в мире. Правда, после 2011 года и землетрясения очень мощного, доля электростанций немного снизилась. Именно атомных электростанций. Япония проявляет большой интерес к использованию альтернативных источников энергии. Но при этом их доля в выработке электроэнергии невелика. Одной из важнейших отраслей хозяйства является черная металлургия. Япония дает более 10% мирового производства стали. И японская сталь очень высокого качества. Характерной чертой черной металлургии является очень высокая степень концентрации производства. Почти весь объем производимой стали дает всего лишь 10 огромных комбинатов. Один из крупнейших в мире металлургических комбинатов работает в городе Фукуяма. Ведущая отрасль экономики Японии, как и почти любой высокоразвитой страны, машиностроение. В нем занято более половины промышленных рабочих. По стоимости производимой продукции, машиностроение Япония уступает только Китаю. Однако машиностроение Японии в большей степени ориентировано на экспорт. По экспорту машины и оборудования страна Япония занимает второе место в мире, деляя его с Германии. На первом месте, разумеется, Китай. Продукция машиностроения составляет более 60% всего экспорта Японии. Главные отрасли международной специализации – автомобилестроение, станкостроение, часовая промышленность, оптико-механическая промышленность, производство робототехники и бытовой электроники. По первым трем из перечисленных отраслей Япония достаточно крупный мировой лидер. Вообще в стране развиты практически все сложные направления машиностроения. Единственное исключение, по которому Япония отстает – авиастроение. Причем Япония отстает достаточно сильно. Главными центрами размещения машиностроительных предприятий являются города Мегалополиса Токайдо. Выдающееся значение для Японии имеет судостроение. Морские суда абсолютно необходимы для страны, которая с одной стороны ориентирована на привозные ресурсы, а с другой – на экспорт самой разной промышленной продукции. В частности, с 70-х годов 20-го века Япония – единственная страна в мире, производящая супертанкеры, суда, водоизмещение которых превышает миллион тонн. Ну, что-то я не слышал про корабли, которые, размеры водоизмещения которых превышает миллион тонн. В среднем полмиллиона тонн – это супертанкеры. Миллион тонн – это может быть водоизмещение каких-то нефтяных вышек. Вот там, да, там может быть. На 2020 год, в принципе, самым большим кораблем в мире – это был плавучий завод по разработке и переработке газа, который был построен для Австралии. Его водоизмещение 600 с мелочью тысяч тонн. Это просто невообразимый гигант. Про какой миллион тонн написано в этом учебнике, я понятия не имею. Нет. Корабля с водоизмещением в миллион тонн не было построено на планете Земля до сих пор. Максимум – это где-то полмиллиона тонн. И это действительно супертанкеры. И то таких гигантов не так уж и много. Эти гиганты не в состоянии проходить через целый блок проливов, потому что у них осадка там больше 30 метров. Они, например, через Ломанш пройти не в состоянии. Поэтому таких кораблей не сказать, что сильно много. Так что здесь в учебнике, конечно, очень интересно написано. Химическая промышленность, подобная металлургия, развивается почти исключительно на привозном сырье в Японии. Основными направлениями являются химия органического синтеза, производство синтетических волокон и фотохимия. Текстильная промышленность – традиционная для Японии отрасль. Однако она в послевоенные годы не получила такого развития, как другие отрасли. И в настоящее время текстильная промышленность едва достигает довоенного уровня, то есть 30-х годов, насколько же она не развита. Последние годы наметилось оживление в этой отрасли по производству различных синтетических тканей. Характерная черта структуры сельского хозяйства – резкое преобладание растения и водства. Фактически животноводство возникло буквально в последние 2-3 десятилетия. Главная отрасль земледелия – рисоводство. Однако и по этой основной продовольственной культуре Япония не обеспечивает своих потребностей и вынуждена закупать рис за рубежом. Причина заключается не в низком уровне развития сельского хозяйства, которое как раз-таки очень даже интенсивное. Причина – в небольших площадях земли, пригодных для обработки. При почти полном отсутствии животноводства японцы получают белки животного происхождения из моря. По лову рыбы Япония занимает одно из первых мест в мире. Японцы традиционно используют в пищу широчайший спектр морепродуктов. Япония стала одной из первых стран, которая в дополнение к традиционному рыболовству начала развивать морекультуру, то есть искусственное разведение морских организмов, водорослей, иглокожих, моллюсков и ракообразных. Транспорт Японии характеризуется гармоничным развитием всех необходимых отраслей. Основными видами внутреннего транспорта являются автомобильный и железнодорожный, который отличается большой скоростью движения. По этому показателю Япония успешно находится в тройке крупнейших держав с Францией и Китаем. Плюс высокая степень автоматизации систем управления железнодорожного транспорта. Вытянутость страны определила линейный характер сети наземного транспорта, элементами которого стали мосты и подводные тоннели, которые связали друг с другом все крупнейшие острова Японии. То есть крупнейший остров Хансю, он связан и с Кюсю, и с Сикоку, и с Хоккайдо, с железнодорожными и автомобильными тоннелями и мостами. Ряд небольших островов также связаны мостами. Япония в этом отношении, в строительстве мостов, один из признанных лидеров наравне с Россией. Многие не верили, что Россия сможет построить Крымский мост, но Россия смогла это сделать. Причем сама и в проектировании, и в строительстве. И ничего странного в этом нету. За 20 лет президентства президента Путина в России было построено больше мостов, чем с начала 20 века. То есть с царской властью и всего Советского Союза вместе взятого. То есть за 20 лет было построено больше мостов, чем за 100 предыдущих лет. Вот вам показатель. Россия одна из мостостроительных держав, по сути дела. Японская экономика во многом зависит от внешней торговли. В конце 90-х годов 20 века доля Японии в мировом товарном экспорте составляла 9%, в импорте 6,7%. Это обеспечивало ей второе место в мире. Почти все сырье и топливо, используемое в промышленности, страна приобретает за границей. Велик также объем закупок продовольствия. Основные виды экспортируемых товаров – автомобиль, железо и сталь. Суда, электротехническое и радиоэлектронные товары, телевизоры, различные приемники и тому подобное. Также крупное машинное оборудование. Крупнейшие торговые партнеры – Япония, США, страны Европейского Союза, Китай. В 1996 году ЕС, Европейский Союз догнал США по объему продаж в Японию автомобилей, химикатов. Китай доминировал на японском рынке готовой одежде. Но сейчас, конечно, Китай производит гораздо больше продукции. Но Япония все равно предпочитает использовать именно свою собственную различную технику. Другие страны в основном поставляют в Японию различное сырье. Крупным поставщиком сырья являются Канада, Австралия. Россия таких крупных значений в Японии не имеет. Япония – крупнейший инвестор. К 1997 году вложения японских компаний в зарубежные предприятия оценивались почти в полмиллиарда долларов. Многие также вкладывают и в саму Японию. Внутренние экономические различия. При высочайшем уровне развития экономики для Японии характерна большая неравномерность размещения производства. На территории Японии можно выделить три очень разных экономических района. Вот они, собственно говоря, на вот этой карте показаны. Районы так называемого высокого промышленного развития, районы, которые промышленности имеют очень мало, и район Хоккайдо – северного острова, который сильно отличается от остальной Японии. И по своему климату, и по природе, и по составу хозяйства. Так вот, Тихоокеанский промышленный поезд примерно совпадает с положением мегаполиса в Токаидо, но занимает существенно большую площадь. Фактически этот поезд занимает южную часть Тихоокеанского побережья острова Хансю, также побережье внутреннего Японского моря. Вот на вот этой карте можно увидеть, что внутреннее Японское море – это вот эта вот территория пролива между островами Хансю, Сикоку и Кюсю. Вот это и есть внутреннее море, по берегам которого расположены крупные поселения и предприятия. Ничего странного в этом нет, там удобный климат, и самое главное, достаточно безопасно при нападении с моря, так что заводы там размещались еще в самом начале 20 века. В пределах Тихоокеанского промышленного поезда размещена почти вся современная промышленность Японии, ее крупнейшие порты, принимающие сырье из-за рубежа, и как следствие предприятия, обрабатывающие промышленности. Вторым экономическим районом является внутренняя Япония. Это центральные районы острова Хансю и побережье Японского моря. Западные берега страны гораздо менее изрезаны, чем восточные, поэтому здесь меньше портов, а имеющиеся порты небольшие. Сюда практически не поступает привозное сырье, поэтому в городах внутренней Японии относительно мало промышленных предприятий. В основном здесь развиты традиционные японские отрасли – текстильная, пищевая, в том числе рыбная промышленность, также различные кустарные промыслы. Внутренняя Япония показывает нам, какой была страна до начала японского экономического чуда. Поэтому очень часто Японию называют страной с двумя лицами. Одно лицо – Тихоокеанский промышленный пояс – смотрит в будущее, другое – внутренняя Япония – в прошлое. Третьим экономическим районом Японии является северный японский остров Хоккайдо. До недавнего времени его относили к внутренней Японии. Здесь довольно широкое развитие получили отрасли, основанные на разработке собственных природных ресурсов. Главные отрасли промышленности на острове – лесная и угольная. В последнее время ситуация стала меняться. Здесь возникают наиболее современные производства, так как правительство этого острова предпочитает давать определенные налоговые льготы и таким образом приглашать к себе высокотехнологичные производства. К вопросам о связи Японии и России есть проект строительства моста или тоннеля с острова Сахали на остров Хоккайдо. Особенно если это будет железнодорожный остров, то он, конечно, принесет Японии огромнейшие выгоды, так как Япония сможет получать по более низким ценам огромное количество сырья уже из России. Но Япония несколько опасается сильной зависимости от России в поставках сырья и пока этот проект, к сожалению, не реализуется совершенно, хотя и обсуждается. Повторим главное. Япония в экономическом отношении, можно сказать, страна номер три современного мира. В промышленном – страна номер два, занимающая лидирующее положение по большинству важнейших отраслей. Отраслями международной специализации Японии являются прежде всего отрасли машиностроения. Ориентация на привозные ресурсы привела к размещению большей части японской промышленности в портовых городах Тихоокеанского побережья. Характерной чертой сельского хозяйства Японии является доминирование растений водства. В Японии выделяют три крупных экономических района – Тихоокеанский промышленный пояс, Внутренняя Япония и остров Хоккайдо. Вопросы. Назовите отрасли промышленности, в которых Япония является мировым лидером. Это производство бытовой техники, бытовой простой электроники, к которой относятся различные такие дешевенькие процессоры, всякие часовые процессоры, калькуляторные и тому подобное. И, разумеется, автомобили строения. В чем причина того, что Япония стала крупным импортером продовольствия? Население Японии более 120 миллионов человек, в то время как площадей, пригодных для растений водства в Японии, очень и очень мало. Какие страны являются важнейшими торговыми партнерами Японии? Да, по сути, весь мир. Хотя, конечно же, Евросоюз, США и страны Азии – очень крупные торговые партнеры. Почему в Японии получило широкое развитие производства супертанкеров, судов-рудовозов и автомобилевозов? Очень просто. Япония является крупнейшим продавцом автомобилей и крупнейшим покупателем сырья. Вот японцы и строят сами для себя корабли, которые будут самым удобным образом поставлять эти самые товары в Японию и из Японии. К тому же, суда-автомобилевозы, они еще имеют и очень серьезное военное значение. В случае, если Японии придется с кем-то воевать, или союзникам Японии придется с кем-то воевать, эти суда-автомобилевозы превратятся в великолепные военные транспорты для военной техники через моря. Так что здесь много различных значений. Почему в Японии не получило развитие гидроэнергетика? Япония очень небольшая страна. Там нет крупных рек. Это первое. А второе, очень часто и землетрясения. Поэтому строительство дамб достаточно опасно. В принципе, если бы в Японии были крупные реки, японцы построили бы у себя эти самые дамбы. Так как можно там построить дамбу, которая будет удерживать даже мощное землетрясение. Но нет крупных рек, и поэтому никто этого не строит. Почему важнейшая отрасль промышленности – это черная металлургия. Не является для Японии отраслью международной специализации. Ну, во-первых, Япония просто имеет очень мощное машиностроение. Поэтому вся черная металлургия, вся сталь, производимая в Японии, она поставляется внутри самой Японии и используется для производства товаров. Поэтому Япония производит сталь, очень крупным лидером является, но при этом не продает ее, предпочитая полностью использовать для своих собственных продуктов. С чем связано преобладание рисоводства в земледелии Японии? С тем, что риса можно произвести очень много. Это традиционная культура для японцев, и климат полностью соответствует производству именно риса. Характеризуйте экономические районы Японии. В чем их различие? Очень просто. Районов, по сути, три. Это районы очень высокого промышленного развития. Это районы внутренней Японии, где развитие очень слабое. И там в основном такое сельскохозяйственное производство и легкая промышленность сосредоточена. И эти районы очень сильно различаются. Остров Хоккайду отличается от всей Японии. Он очень северный, очень лесистый, не такой горестый, как основная Япония. И там гораздо больше каких-то своих собственных ресурсов. Поэтому Хоккайду отличается от остальной Японии, так как делает ставку на развитие своих собственных ресурсов. Как понимать выражение? Япония – страна с двумя лицами. Очень просто. В Японии великолепно сочетаются совершенно разные лица этой страны. Первое лицо – это Япония промышленная, причем с очень передовым развитием. Второе лицо – это Япония традиционная, которая живет в буквально таких скромных домиках по старым и старым традициям. То есть сочетание самых современных технологий и очень старых традиций делает Японию страной с двумя лицами. С помощью карт Атласа составьте маршрут, который позволил бы увидеть хозяйственное разнообразие Японии. Ну вот, собственно говоря, Япония и маршрут можно составить так. Через остров Кюсю, проехать немножко по самому острову, потом перебраться на Сикоку. После этого можно будет перебраться на основную Японию, посетить знаменитый Токайдо, увидеть самые современные небоскребы. А потом пробраться вот сюда, в так называемую западную Японию и пройти по традиционным районам. После чего по тоннелю пройти на Хоккайдо и увидеть, как живут японцы уже здесь. Вот такой вот маршрут, который позволит увидеть всю Японию. И современную, и очень традиционную, и оригинальную на самом Хоккайдо.